Я верю, что трудно найти в этом зале человека, который не знал бы, кто такая Ливика. Ливика Симму, мать четырех детей, из которой двое учатся в нашей школе, основатель и директор школы Святого Иоанна Богослова, она руководитель пятого класса мальчиков. Здравствуйте. В 2012 году, когда мы начали с маленькой группы прихода православной церкви Нымме, начали мы работу по основанию школы Святого Иоанна Богослова. У нас состоялось совещание, которое благословил и наш духовный отец, протеерей Томас Хербоя. И он сказал следующие слова. Ух, вы какие! Посягайте на великие дела, где вы должны бы танцевать, как балерины. А вы ведь всего медведи, неуклюжие. Но он дал нам руководство, как хоть как-то выйти из этого положения и как жить дальше. Он дал нам следующий рецепт. В вашей работе пусть одна десятая будет обычная работа учителя. То есть уроки, исправление тетрадок, беседы по развитию, устраивание экскурсий. Пусть это будет одной десятой частью. Это то, чему мы учились в университете или чему нас научила жизнь. И девять десятых пусть будет внутреннее делание, молитва, работа в сердце своем и над собой. Это невыполнимая миссия. Я по рождению экстраверта, я даже не представляла, что означает внутренняя работа над собой. И из чего состоят эти девять десятых? Но этот рецепт мы никогда не упускали из виду. И я хотела бы поделиться несколькими мыслями, за которые я держалась, как утопающая за соломинку. Каждый день в различных ситуациях. Они мне помогали. Итак, я прошу вас принять сегодняшний мой доклад, как исповедь косолапого о канатоходстве. Тонкий канат, узкая тропа, шаги, как в тумане. Тропа, режущая иногда, как ножом. Толстые, неуклюжие ноги. Иногда негибкие, иногда слишком мягкие. За что же держаться, где эти соломинки? В первой половине прошлого века были произнесены две фразы. И они есть, эти соломинки. Они были явлены современным старцем. Первый из них явился старцу Силуану Афонскому. Христос явил отчаившемуся иноку, что это унитение, от которого он страдал, добыча гордых. И на его вопрос ему был дан ответ. Держи свой ум в аде и не отчаивайся. И в 30-х годах прошлого века молодой инок Сафроний Сахаров ответил брату Владимиру «Стой на краю обрыва, и если больше не сможешь, ступи шаг назад и выпей чашечки чая». Святой Силуан, услышав, угадал здесь тот же дух и тот же духовный опыт. Духовная сила этого высказывания спасает от демонических напастей и очищена от всякой гордости. И оно заложило основу отношений между ними учителя и ученика. Я нахожу себя часто в аде или на краю пропасти. В нашей школе есть такие пропасти. Святые отцы церкви говорят, что хронологически каждое поколение ближе к второму пришествию Христа. Все ближе. Что значит, что наше поколение еще в боли находится в большей беде, соблазне, испытании и нуждается в помощи. Более, чем предыдущие поколения. Каковы эти испытания? Это гордость, дух, духовная слепота, разобщенность, нахождение в рабстве зла, отчаяние, многие зависимости, полная черствость сердца и лень ко спасению души и духовные параличи. Действительно, слова «держи свой ум в аде и не отчаивайся» дают ответ на многие проблемы. И так, идея внутреннего труда понятна, как путь Христовый, который сперва сходит вниз, затем восходит, и который в результате есть источник всех надежд. Хочу с вами поделиться одной историей. В детстве я была папиной дочкой, папа был не очень близок, и когда мы куда-то выезжали или дома, отец часто спрашивал, а умный идет, пересекает гору или вокруг уходит. И на любой ответ он всегда начинал оспаривать. Я говорила, что умный всегда идет через гору. И он начинал меня понервить, говоря, что это же так сложно и там всякие препятствия. И тогда я отвечала, что умный обойдет гору. И тогда он начинал опять мне противоречить, что это же нереально, это намного труднее, чем перейти гору. И когда я уже выросла, мне задал отец такой же вопрос. Я поняла, что он уже спрашивает, начиная спрашивать, уже знал ответ. Мне было 21 год, когда отец внезапно умер. И моя первая мысль была, что теперь он не сказал мне, какова же дорога мудрого человека. я так огорчилась, что я так и не узнала у отца правильный ответ. Прошли годы, и я поняла, как проходит путь мудрого. Под горой находится как бы проекция мудрого. и умный. Мудрый он пройдет, он прокопается через самую глубокую, через большую глубину. И представьте мою радость, когда я читаю, что пишет отец Сафроний. эмпирическое космическое бытие как пирамида. На пике сидят правящие народы, а на дне находятся народные массы. Но дух человеческий жаждет равноправия. И что же сделал Господь? Он перевернул эту пирамиду и положил себя на дно ее, став тем самым ее головой. Он взял на себя тяжесть греха, все бремя мирской слабости. И с этого мгновения кто может с ним спорить? Его справедливость превышает людских трудностей. Он указал свой путь и никто не может быть оправдан вне этого пути. Этим путем должны идти все, кто с ним хотят соединиться посредством этой перевернутой пирамиды. И именно на дне этой пирамиды мы взяли Духа Святого. И все его спутники, апостолы и святые делят с ним эту тяжесть. Эту пирамиду держишь лишь Христос. Но если бы не было никого другого, он бы смог держать ее и один. Но так как он хочет поделиться со своими друзьями, то человеку необходимо найти этот путь смирения, чтобы найти и создателя этого пути. Те, кем руководится Святой Дух, никогда не перестанут укорять себя, понимая, что кто несет на себе все время бытия, неся и грехи мира. Один же тот узор прослеживается в Писании. Это как вечный дорожный знак всем поколениям народом. Традицию церковь понимает как переживание чего-то личного, что передается от одного поколения другому. В православии много парадоксального. Осуждение себя в ад самое мощное средство спастись из ада. Самоосуждение приводит с собой подавленность, которая внутренне очищает, ведет к смирению, которое дает свободу от грехов и приобщает человека к Святому Духу. Что должно охарактеризовать для нас путь сошедения? Святой Василий Великий пишет «Сделайте добровольно то, что неизбежно». Сошедшее в ад Христа было добровольно и безвинно. Он сделал это как послушание любви к Отцу и к миру. Чтобы наше сошествие было плодотворным, оно должно быть добровольным. Держание ума в Аде означает видение себя и нахождение в покаянии. Увидя себя глазами Бога, не возникает отчаяния, а наоборот мы чувствуем себя на пути жизни с избытком. Еще о сошествии ума. Уже наш настрой и желание принять это привлекает милость Божию. А милость Божия, будучи божественным светом, подтверждает эту истину. Мы говорили недавно с нашими учителями о подавленности и о своем пути с пункта А в пункт Б. Но в заключение я хотела бы рассказать вам одну историю в контексте школы. Пару недель назад мы были в Петербурге на экскурсии. И там мы побывали в Петропавловской крепости. И была у нас длинная экскурсия в тюрьме. Длинные коридоры, полные жутких этих мест заключения. И к тому моменту, когда мы уже дошли до конца коридора, где были все... Были камеры. Мне уже было так страшно, и моя кровь застыла, даже буквально. И тогда нам вдруг сказали, что здесь есть карцер, где запирали тех, кто плохо вели себя в камере. Заходите. Все пригласили нас. Все дети действительно зашли. Я искала опоры у стен и осталась вне этого карцера. И было такое шоу, что захлопнулась дверь, и внутри царила полная тьма. И тишина также. Все наши 40 детей были в этом карцере. И бабушка, которая там работала сторожем, она подбежала ко мне и спросила, что это за такие хорошо воспитанные дети. Всегда, когда захлопывается эта дверь, начинается внутри жуткая паника и крики. А наши были как смирные овечки, которых отвели на заклание. и я попросила открыть дверь. Дети спокойно вышли. И тетенька сторож, она была вне себя полностью, и она не могла не наудивляться, как этих детей воспитали такими спокойными. Дети у нас обычные, но я поняла, что они действительно отличались этим обоснованным покоем. У них не возникла истерика, паники, они не пытались вызвать в своих друзьях. И я спросила, что вы там почувствовали, если вы сидели в этом темном помещении, когда вы сидели в темном помещении, там уже сами стены дышат всем злым и каким-то образом отражает все, что там происходило годами. Я спросила детей, что вы почувствовали там? Девочки сказали, что, конечно, нам было страшно. Нам мальчики сказали, подумали о тех, с кем это случилось за правду, то есть о заключенных. И когда я говорю, что в нашей школе есть ориентация на другого, то очень характерно, что дети в этот момент подумали о каком-то другом, и это дало им покой. И я подумала, что наверное мы делаем что-то правильное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ